Всем привет! Вы смотрите Эко-Новости на ТВК. Прямо сейчас вас ждут события сферы защиты природы, поэтому давайте узнаем новости из Красноярска, России и мира, от которых легче дышать. В Красноярском крае за пять лет восстановили 530 тысяч с половиной гектаров леса. Об этом сообщили в Федеральном агентстве лесного хозяйства. В нашем регионе в 2019 году лесники увеличили объемы восстановления леса до 127 тысяч гектаров. Раньше эта цифра была в пределах 92 тысяч. В 2024 году специалисты планируют восстановить лес на площади 162,5 тысячи гектаров. По данным экспертов, это позволит Красноярскому краю восстановить 100% деревьев по отношению к погибшим. Саженцы будущих деревьев с открытой и закрытой краневой системой выращивают в специальных питомниках и мини-теплицах. В Красноярском крае 32 питомника и 6 теплиц. В 2024 году специалисты лесного хозяйства построят еще три мини-комплекса, где будут выращивать более 30 миллионов саженцев. Столько же сеянцев высаживают ежегодно для региона весенней и осенней периоды. Каждый россиянин ежегодно производит 16 килограммов одежды. Это 5% от общего объема твердых коммунальных отходов. При этом практически весь текстиль и одежда попадают на полигоны. Данными поделился российский экологический оператор. Чтобы снизить объемы таких отходов, представители Рео предложили два варианта утилизации. Это химические и механические способы. Так, около 40% таких отходов можно отправить в повторный оборот, то есть сдавать одежду в секонд-хенды. Еще 25% отправлять на разволокнение, производство нетканых материалов и пряжи с помощью механической утилизации. Примерно 10% – это хвосты, которые можно сдать в термическую утилизацию или на захоронение. Оставшиеся 25% или 575 тысяч тонн одежды эксперты предлагают направлять на химическую утилизацию. В результате такой обработки получится примерно 400 тысяч тонн царичного сырья, которые можно отправить для легкой промышленности. Это лиоцел – натуральное волокно под вид вискозы и полифирное волокно – синтетика. Натуральные синтетические материалы можно смешивать и получать нужный товар. Советник генерального директора Рео Георгий Петришин отметил, что предприятия по переработке должны будут сортировать отходы по типу, составу и цвету. Также их задача – использовать механическую и химическую утилизацию. По его словам, без этого качественный рециклинг невозможен. Такие технологии уже прорабатывают в России ведущие научные институты и Минпромторг. Гора Эверест превращается в самую высокую свалку в мире. Речь идет не только о мусоре, но и о человеческих отходах жизнедеятельности. Об этом сообщает британская газета Mail Online. Издание пишет, что Эверест находится на территории национального парка Саграматха в Непале и входит в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В самом нацпарке постоянно проживают 7 тысяч человек. Ежегодно его посещают 60 тысяч иностранных туристов тысячами гидов. Помимо миллионов долларов, правительству туристы приносят огромное количество мусора. Специалисты подсчитали, что ежегодно в парк завозят от 900 тонн твердых отходов. Большая часть там и остается. Из-за масштабной проблемы в 1991 году создали комитет по контролю за загрязнением Саграматхи. Они занимаются сбором мусора из лагеря и троп-парка. Теперь туристы должны приносить с Эвереста 8 килограммов отходов, либо им грозит штраф в размере 4 тысяч долларов. Еще одна проблема – это человеческие экскременты. При температуре до минус 60 градусов отходы жизнедеятельности разлагаются частично, поэтому они остаются на горе. При этом от туристов остается около 240 тысяч литров мочи, которые попадают в реки. Это беспокоит ученых, потому что речная вода служит источником водоснабжения для ближайших деревень. В 2021 году общественники сообщили, что вывезли с Эвереста 27 тонн мусора, в 2022 году – 34 тонны. За весенний период специалисты комитета СПСС собрали 75 тонн мусора из базового лагеря Эвереста. Прямо сейчас на экране вы видите уровень загрязнения воздуха по данным общественников за неделю. Наиболее загрязненными районами с 19 по 25 февраля оказались Центральный, Железнодорожный и Октябрьский, а самыми чистыми стали Ленинский и Свердловский районы. На этом все. Вы смотрели Эконовости на ТВК. Еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин